МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальных происшествий за неделю. Военное воспитание и военное обучение и подготовка в настоящее время находятся на высоком уровне. Служение Отечеству долг каждого. Видна работа детей, педагогов. Некоторых деток мы видим уже не первый год. Это очень отрадно, что они продолжают получать новые навыки, стремятся к большему. Вперед из песни. Состоялся очередной этап музыкального конкурса «Голоса 21 века». Я постаралась, получила диплом, и, пожалуй, это меня радует, и я в дальнейшем буду пытаться продолжать работать. Любовь к искусству с малых лет. Подведены итоги фестиваля Art Atom City. Ну а когда еще радоваться, как не в детстве? Потому что, ну, становимся старше, уже радоваться начинаем меньше, потому что и поводов меньше, сами себе праздники создаем. Бантик, бантик, что за диво, все так пестрое и красиво. День бантика отметили в Десногорске. Переходим к темам выпуска. Возгорание в одном из автосервисов Десногорска произошло 31 марта. На пункте единой дежурно-диспетчерской службы сигнал о происшествии поступил в 14.57. Огонь полыхал в третьем микрорайоне. Однако запах дыма и марева распространились по всему городу. На место происшествия незамедлительно выехали автоцистерны 1-й и 15-й пожарно-спасательной частей. Благодаря оперативной работе пожарных ликвидировать огонь удалось в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. В результате пламенем полностью были уничтожены кровли пеноблочного здания и автомобиль ВАЗ, который и явился виновником возгорания. Одна из рассматриваемых причин происшествия – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Неосторожное обращение с огнем на природе не только вредит экологии, но и доставляет много хлопот спасательным службам. На ликвидацию возгораний сухой травы и мусора пожарные формирования Смоленской области выезжали уже 50 раз. Это показатель одного выходного дня. Спасатели сообщают, что количество возгораний с каждым днем увеличивается в геометрической прогрессии. Ведомстве напомнили, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны производить уборку и попоз травы. Но при этом сжигать траву запрещено. За это предусмотрен штраф. Обещали подгузники и пиломатериалы. А что на деле? Сотрудники Смоленской таможни пресекли ввоз санкционной продукции. Четыре грузовика были остановлены в районе населенного пункта Красная горка Смоленской области. Согласно документам, в кузовах машин были подгузники из Греции и пиломатериалы из Витебска. Но это не соответствовало действительности. При досмотре в кузовах машин были обнаружены груши неизвестного происхождения и яблоки из Молдовы. Общий вес задержанного груза составляет порядка 80 тонн. При этом в ходе детального осмотра партии груш на ящиках заметны следы удаления маркировки и этикетки. Проводится дополнительная проверка. В Сафоновском районе состоялась встреча сотрудников полиции с местными жителями. Стражи правопорядка отчитались о своей работе, выслушали граждан и рассказали им, как не попасть на удочку мошенникам. Подробности в сюжете. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, глава администрации Сафоновского района, а также представители прокуратуры и местные жители. Полицейские представили отчет о результатах работы за прошедший год. Благодаря принимаемым мерам наблюдается тенденция к снижению числа совершенных преступлений. Меньше зарегистрированного мошенничеств, грабежей, угонов и разбоев. Проблемы области, как и страны в целом, продолжают оставаться хищения, совершаемые дистанционно и так называемые социальные преступления. Полиция прикладывает все усилия для профилактики такого рода правонарушений. Они обратились к собравшимся в зале с призывом быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Поступили рекомендации проводить разъяснительные беседы со своими пожилыми родственниками. Заслушав отчет, генерал-майор полиции Василий Салютин обратился к жителям Сафоновского района с просьбой помогать полиции и сообщать о ставших им известными фактами торговли нелегальным алкоголем либо наркотическими средствами. Согласитесь, помощь в патрулировании незаменима. Когда идет сотрудник полиции, с ним два дружинника. Это уже сила. Один сотрудник в силу понятных причин. Ему сложно реагировать и выполнять прямо свои обязанности по охране общественного порядка. Граждане смогли задать волнующие их вопросы, на которые отвечал не только начальник регионального управления МВД, но и представители районной администрации. В завершении встречи Василий Салютин поблагодарил жителей Сафоновского района за активность и неравнодушие к вопросам безопасности, а также за высокую оценку деятельности полиции. Виталий Волко, Светлана Разганова, Десна-ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 130 сообщений о происшествиях, из них 11 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 99 административных правонарушений, в том числе 84 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 13 человек. 31 марта в Центре культуры и молодежной политики состоялось праздничное мероприятие, посвященное работе общественной организации Комитет солдатских матерей. Заслуженные ветераны, действующие военнослужащие и юные патриоты Десногорска получили благодарственные письма за проявленный патриотизм и блестящее исполнение гражданского долга. На дружелюбном чаепитии побывала и наша съемочная группа. Несмотря на всю серьезность мероприятия, атмосфера в зале была практически домашней. За чашкой ароматного чая здесь встретились люди, которые на протяжении многих лет поддерживают работу Комитета солдатских матерей. Это глава Десногорска Андрей Шубин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи женщин и детей Ольга Окунева, заместитель начальника управления информацией и общественных связей Смоленской атомной станции Михаил Хоботов. Благодарственные письма им вручила Валентина Рожкова, председатель Комитета солдатских матерей. Эта женщина на протяжении многих лет занимается патриотической деятельностью в детских садах и школах. Уделяет большое внимание ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Она поддерживает ребят, которые несут срочную службу на Смоленщине. Мы стараемся привлекать все те направления, которые дают наибольшее, наилучшее, правильное воспитание нашим детям. Поэтому мы сотрудничаем и с частями, и с морскими направлениями, и с кораблями, и с городами, со всеми организациями Смоленской аэсии. Добрая и отзывчивая женщина Валентина Михайловна также была удостоена благодарственного письма, которое ей вручила депутат Государственной Думы Ольга Окунева. Все гости, ради которых и был организован праздник «Служение Отечеству долг каждого», громкими аплодисментами встречали каждое награждение. Ведь среди них были ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, служащие вооруженных сил и люди активной гражданской позиции. На праздники было спето много душевных песен и прочитано немало добрых стихов. Большинство из них исполнила Валентина Михайловна лично. Нет благодарности предела, ни слов душевнее не найти, ведь столько людям вами сделано на трудовом большом пути. Улыбки, цветы, благодарственные письма и крепкие рукопожатия. В этот день собрались близкие под оху люди, которым не безразлично будущее своей страны. Я, как офицер, не мог пропустить это мероприятие, как и мои военнослужащие, которые присутствуют здесь. Совместное фото на память участников и организаторов патриотического праздника завершило эту теплую встречу поколений. Виолита Ефименко, Александр Иванов, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ. Голоса 21 века – это областной конкурс эстрадной песни. Его очередной этап состоялся в Центре культуры и молодежной политики в Десногорске. Подробности в сюжете. Десногорске прошел третий и заключительный этап областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Голоса 21 века». На сцене выступили талантливые дети, для которых пение, возможно, станет занятием всей жизни. Участники приехали со всей Смоленской области, из Починковского, Хиславического, Глинковского районов. И были, конечно, конкурсанты из Десногорска. Артисты выступали в четырех возрастных категориях, а общий возраст участников был от 6 до 17 лет. Оценивали мастерство конкурсантов члены жюри, в состав которого вошли преподаватели и лауреаты вокальных конкурсов. Прослушивание проводилось в два этапа. По результатам первого тура жюри определило финалистов, которые смогли пройти во второй этап конкурса. Решение о суде было непростым, но справедливым. Видна работа и детей, и педагогов. Некоторых деток мы видим уже не первый год. И это очень отрадно, что они продолжают, получают новые навыки, стремятся к большему. Просмотрев все межрайонные этапы конкурса, жюри подведет итоги и определит победителей, которые будут приглашены на галоконцерт. Мероприятие пройдет 13 апреля в Смоленске. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Фестиваль изобразительного творчества Art Atom City для талантливых детей – это прекрасный способ заявить о своих способностях. На церемонию награждения побывала и наша съемочная группа. Фестиваль Art Atom City приурочен к празднованию 60-летия Атомного ледокольного флота России. Мероприятие проводится среди городов-участников проекта «Школа Росатома» и направлено на развитие талантов детей и подростков в области изобразительного искусства. На втором этапе фестиваля, который проводился в Десногорске, приняли участие 49 учеников городских школ, а также представители Дома детского творчества. Участники были представлены четырьмя возрастными группами, а общий возраст художников был от 3 до 18 лет. В зависимости от возрастной группы ребята выполняли работы в номинации «Станковая живопись», «Декоративно-прикладное творчество» и «Стрит-арт». Мастерство исполнения оценивалось жюри, в составе которого были учителя и преподаватели художественного мастерства. Этот фестиваль для некоторых участников стал очередным этапом в их творчестве и стимулом к дальнейшим победам. Я буду все совершенствоваться и совершенствоваться. Не буду останавливаться и, надеюсь, еще много чего займу. Я постаралась, получила тепло и, пожалуй, это меня радует, и я в дальнейшем буду пытаться продолжать работать. Следующий финальный этап пройдет с 15 по 17 мая в городе Заречный Пензенской области. Туда будут приглашены участники, которые набрали наивысшие по оценкам жюри баллы. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Специально к 1 апреля ученики 4-й школы приурочили забавное мероприятие – День бантика. В День юмора и смеха они устроили настоящий праздник банта и девичьей красоты. В 4-й школе ученики решили необычным образом отметить 1 апреля и устроили соревнования бантиков. В этот день не только красавицы-девочки украсили свои волосы и одежду этим аксессуаром, но и мальчишки тоже. Вешали, цепляли и закрепляли ребята максимальное количество бантов. У кого-то поместилось только 5, у кого-то 10, но оказались среди них и герои. Победителя высчитывали с математической точностью, ведь каждый бантик был хоть и не на вес золота, но на вес призовых сладостей точно. Подсчитывали мы итоги на доске. Девочки уходили в коридор подсчитывать бантики, а мальчики тут оставались. С большим отрывом от соперников победителями стали брат и сестра Дмитрий и Яна Гуща. Я набрал 13 бантиков и выиграл, занял первое место. И моя сестра тоже заняла первое место. Яна подошла к соревнованиям очень творчески и пришла на конкурс в Глузке, на который уже красовалось 6 милых бантиков. Отличный старт и предсказуемая победа. Я ожидала, что я выиграл. Сначала, когда я пришла в класс, там вообще почти ни у кого не было бантиков. Мы здесь делали, я тоже чуть поделала. И мне брат тоже дал несколько бантиков. В любом конкурсе есть победители и проигравшие. Но только не на конкурсе бантиков. Всем ребятам достались сладкие подарки и отлично. Первоапрельское настроение. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. И о погоде. 2 апреля в Десногорске преимущественно солнечно. Днем плюс 7, ночью минус 3. На этом наш выпуск завершен. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadefstv.ru. В студии работал Олег Соловьев. До скорого!